Четверых детей врачам спасти не удалось. Три девочки, одной из них сегодня исполнилось бы 11 лет, и мальчик Алексей. Пожар, вспыхнувший в детском лагере в Хабаровском крае России, унес жизни четверых детей. Российские огнеборцы усилили контроль на объектах. В местной службе ДЧС заверяют, поводов для опасений нет. Были вот тонкие провода идут к ним, они очень мягкие, вот видите, вот они как идут. Они сейчас ничего не делали, автоматы только поменяли, и все. Ремонт, проведенный в жилом доме по улице Рыскулова в рамках госпрограммы развития регионов 2020, обернулся скандалом. Жители остались недовольны качеством выполненных работ. Также проводится информационно-разительная работа для выпускников вузов и СУЗов, рекомендуем молодежная практика. Сегодня в Октюбе прошла очередная ярмарка вакансий, в ней приняли участие 60 предприятий и организаций. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Факт» в студии Асель Аристангалиева. Департаментом полиции Октюбинской области разыскивается Заиров Канат Сиксенбаевич, 1978 года рождения, который 22 июля 2019 года примерно в 6 часов вечера, находясь по адресу город Октюбе, поселок Заречный-1, нанес множественные ножевые ранения гражданину Е. Приметы. Мужчина азиатской внешности на вид 40-42 года, худощавого телосложения, рост 170-175 сантиметров, волосы черные, был одет, футболка серого цвета, черные трико и кроссовки. Особые приметы. Хромает на правую ногу. При получении какой-либо информации незамедлительно сообщить в дежурную часть управления полиции города Октюбе. Пожар, вспыхнувший в детском лагере в Хабаровском крае России, унес жизни четверых детей. Несмотря на то, что проверку по противопожарной безопасности объект не прошел, он продолжал функционировать. Насколько безопасно пребывание в местных лагерях отдыха, рассказали сегодня в департаменте ПЧС. Настут проблемы. Сонный голос. Некоторые дети кутуются в одеяло. Огонь в палаточном детском лагере вспыхнул в половину третьего ночи. В детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Халдоме» под Хабаровском 22 июля произошел пожар. Во время происшествия в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Погибли четверо детей. Еще двое остаются в больнице. Пятеро взрослых получили травмы. Сгорели 20 палаток из 26. Площадь возгорания составила 240 квадратных метров. Причиной пожара могла стать неисправность обогревателя. Четверых детей врачам спасти не удалось. Три девочки. Одной из них сегодня исполнилось бы 11 лет. И мальчик. Алексей. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что сгоревший палаточный городок был нелегальным. Проверкам в российских городах теперь подвергаются все объекты массового детского отдыха. У нас пока такие учреждения у пожарных опасения не вызывают. В городе Ак-Тубе находятся 9 детских оздоровительных лагерей, где нами в начале года была проведена плановая проверка по пожарной безопасности. И были выявлены ряд нарушений по нормам и правилам пожарной безопасности. В ходе проверки были даны предписания по устранению выявленных нарушений. На сегодняшний день нарушения по нормам и правилам пожарной безопасности устранены в полном объеме. А также, согласно плану с сотрудниками УЧС, проводятся профилактические мероприятия среди детей и персонала. Ирина Гульц, Сергей Калашников, программа «Факт». За первый день ОПМ безопасная дорога в Ак-Тубинской области на автодорогах пресечено более 600 нарушений правил дорожного движения. За нарушение правил установленной скорости движения привлечены к административной ответственности 117 водителя. Пресечено 22 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 6 выездов на полосу, предназначенную для встречного движения. 22 водителя наказаны в административном порядке за непредоставление преимущества в движении пешехода. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечены 82 пешехода. Выявлено 42 факта при управлении транспортным средством с пользованием телефоном. Ремонт, проведенный в жилом доме по улице Рысколба в рамках госпрограммы развития регионов 2020, обернулся скандалом. Жители 271 дома остались недовольны качеством выполненных работ. Строители должны были заменить кровлю, однако после первого же дождя с потолков потекла вода. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Год назад жильцы дома 271 поверили в программу развития регионов. Сначала выглядело все весьма заманчиво. Строители меняли кровлю, проводку, заменили окна в подъезде. Однако после первого же дождя с потолков квартиры потекла вода. Со слов жильцов, причина в том, что покрытие крыши очень тонкое. Тогда как, согласно бумагам, подрядчики из ТО «Отан-Курлаз» якобы установили плотную черепицу. Крыша обещали по смете 0,7, толщину металла. Закрутили 0,4 толщину. Вот здесь вот это крыльцо, когда первый снег упал, сразу же помялось по колено. То есть под ней, под этим металлом обрешетка очень редкая. Она же провалилась по колено. Вот видите вмятины. По словам жителей, председатель КСК «Карина» сфабриковал протоколы собрания жильцов, в котором последние якобы сами утвердили сумму проектно-осметной документации. На ремонт дома из республиканского бюджета выделено 39 миллионов тенге. Платить жители должны свыше 3000 тенге с квартиры на протяжении 15 лет. Но жители дома сразу поняли, что все работы, проведенные в рамках госпрограммы, и что иное, как халтура и надувательство. Выбрали в инициативную группу людей, которые один не проживает, другой председатель КСК, а третий парень, который дома не живет просто, это включили. И вот мне был ответ недавно. У нас было как будто три собрания. Вообще подлог чистой воды. 3 марта 1918 года, 10 и 31 мая 1919 года у нас принялась приемочная комиссия в составе инициативной группы. Это что такое? В смете у них заложено 2 электрощита, которые, простите, хорошие суммы стоят в одних 2 электрощита. И это уже должен быть минус со сметы. Оно идет в плюсе. Кабель в одной они не меняли, но они его заложили. У нас 95 кабель по дому, по расчету, в смете заложен 240 кабель. Он очень дорого стоит. Километр провода трехжильного. То есть по бумажкам одно надели в другое? На деле другое. Километр кабеля, который был рассчитан проложить, по-видимому, до квартир. Проект они нам не показывают. Они должны были заменить до квартир кабель. Они километр заложили, но его они не использовали. По сути. Это больше миллиона уже на кабель идет. На один кабель. Жители говорят, что изначально хотели сами выбрать компанию подрядчика, который поручили бы ремонтной работой. Но такой выбор им сделать не дали. Сейчас жильцы составили дефектные ведомости и утверждают, что не подписывали акт приемки жилья. Были. Вот тонкие провода идут к ним. Они очень мягкие. Вот видите? Вот они как идут. Они здесь ничего не делают. Автоматы только поменяли и все. Жалобами жители обратились в ТО Табы-Сактубе, но там обитателям дома никто помогать не торопится. Представители товарищества лишь отписали бумажку. В ответе говорится, что в мае этого года все работы и приемочная комиссия уже приняла. В жилищной же инспекции рекомендуют жильцам быть настойчивее и вместе с ТО Табы-Сактубе провести общее собрание. Ведь гарантийный срок на произведенный ремонт еще не закончился. Есть гарантийный срок этого дома. Три года по строительной кампании. Вот там, в Курлосе, он обязан в течение трех годов сделать недостатки, исправить капитального ремонта именно по дефектному акту. Можно на общем собрании организовать общее собрание Стаб-Сактубе и подрядная организация Уотан-Курлос. Также жильцам можно сказать, и именно какие виды ремонтной работы им не нравятся. Жильцы также ждут более действенной реакции от прокуратуры. Они уже написали заявление в это ведомство с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Отметим также, что в данный момент еще 90 актюбинских домов ждут своей очереди на ремонт по этой же программе. Лиза Цакева, Алексей Уразов, программа «Факт». Сегодня в Ак-Тубе прошла очередная ярмарка вакансий. В ней приняли участие 60 предприятий и организации. Было представлено больше 600 вакансий, большинство из которых – рабочие специальности – электрики, водители, уборщики и дворники. Одна из самых высокооплачиваемых должностей из всех представленных сегодня на ярмарке – простого рабочего сварщика. Зарплата от 100 тысяч деньги, рассказали в отделе занятости. Также город испытывает нехватку учителей, особенно начальных классов. Также проводится информационно-разъяснительная работа для выпускников вузов и СУЗов, рекомендуем молодежная практика для получения первоначального опыта работы. Также для старших классников, студентов направление по акции по благостройству города Ак-Тубе, Глинивер-Туганье, летние периоды. Найдутся вакансии в сфере культуры и даже высоких технологий. Как рассказали представители кадровых агентств, в Казахстане остро ощущается нехватка специалистов IT-технологий. А те, у кого есть еще и опыт работы – на вес золота. Нехватка, да, есть особенно специалистов технического характера, да, в сфере автоматика, КИП. Вот сейчас мы очень долго ищем сейлс-инженеров, у которых опыт есть именно в продаже оборудования КИПовского, автоматики. Вот буквально весь рынок Казахстана, наверное, мы перерыли. Есть действительно сложность, потому что позиция специфичная, требования у работодателя завышены. Вот, и да, вот именно в техническом. Судебные органы также заинтересованы в массовом трудоустройстве должников. Так, судебные исполнители сами приглашают безработных штрафников и алименщиков на ярмарку вакансий. Здесь более 20 работодателей, более 50 вакансий. Это прекрасная возможность для наших должников, то есть по алиментам, которые в данный момент не могут выплачивать алименты и не могут трудоустроиться. Прекрасная возможность найти себе работу по душе, как говорится, по специальности. На данный момент мои три должника пришли, которые взяли направление, уже получили маршрутный лист. С начала года в октябре было проведено 11 ярмарок вакансий, из них 6 очередных и 3 специализированные. Благодаря проведенным ярмаркам вакансий в этом году трудоустроено 532 человека. Всего же по городу на портале электронной биржи труда размещены 1207 вакансий и более 1500 резюме. Антон Пережогин, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев сегодня встретился с представителями местных строительных и подрядных организаций. На встрече были обсуждены наиболее острые вопросы и проблемы строительной сферы. Также в Ак-Тубе теперь создан филиал Союза строителей. Мы приехали на Ак-Тюминскую землю с такой миссией, что мы здесь открываем филиал Союза строителей Казахстана, но сейчас сегодня выбираем директора. И основная задача на сегодняшний день – это продвижение идеи закона о саморегулировании рынка, ОСРО, которому приняли в 2015 году. Сегодня именно строители, предприниматели сами должны регулировать рынок, сами должны все проблемы, которые есть, сами решать. Но это они сами не могут, они должны решать вместе с Акиматом, вместе с местным эксплуатным органом. И сегодня, вот не секрет, мы местным эксплуатным органам очень передали много несвойственных функций, нерыночных, и они должны обратно переданы в рынок. Союз строителей Казахстана действует с 2010 года и является одним из крупнейших общественных объединений, где насчитывается более 200 членов компаний, фирм и организаций разной формы собственности. Почти в каждом регионе Казахстана представлены его филиалы. Решать многие проблемы актюбинских застройщиков – одна из главных целей открытия филиала в нашем регионе. Служба безопасности Украины задержала в порту «Измаил» в Одесской области российский танкер. За блокирование украинских кораблей в Керченском проливе сообщила пресс-служба ведомства. Сотрудники СБУ, военные, прокуроры и пограничники провели санкционированный украинским судом обыск на судне. Изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж. Само судно признали вещественным доказательством. Готовится ходатайство в суд о его аресте. Как заявил источник РИА Новости в российском МИД, Украина должна подумать о последствиях, которые может привести задержание танкера. Сейчас Москва намерена выяснить все детали произошедшего и после этого предпринять ответные действия, добавил собеседник агентства. В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы. О других новостях в стране и мире смотрите в следующей подборке. Кастак сообщает, что факты обнаружения в канализационном колодце обернутого в тряпке младенца расследуют в Павлодаре. Сотрудник одного из КСК 24 июля позвонил в 102 и сообщил об обнаружении в канализационном колодце обернутого в тряпке тела младенца. Начато досудебное расследование. В полиции добавили, что по факту обнаружения младенца назначены все необходимые экспертизы, проводится проверка. Кастак сообщает, президент Казахстана Касымжимар Тукаев посмертно наградил орденом Айбым, первой степени егеря Каныша Нуртазинова, погибшего от рук браконьеров в Акмолинской области. Самата Оспанова, инспектора Центрального регионального филиала Охотзоопром Орденом Айбым, второй степени. Напомним, инспекторами Центрального регионального филиала Охотзоопром Акмолинского опорного пункта 23 июля был выявлен факт отстрела с Айги. При преследовании из автомашины Нива были произведены выстрелы, в результате чего два инспектора получили огнестрельные ранения. Инспектор Каныш Нуртазинов от полученного огнестрельного ранения скончался в Центральной районной больнице Державенска. У него остались жена и четверо детей. Второго инспектора Самата Оспанова прооперировали в той же полиции. По подозрению в убийстве задержаны отец и сын. 45-летний подозреваемый и его 20-летний сын оба являются жителями города Аркалык, скрываясь от полиции, пытались избавиться от автомашины, однако были задержаны. Комитетом нацбезопасности пресечена деятельность преступных групп, занимавшихся незаконной реализацией огнестрельного оружия в Алматы, Шемкенте и Казаларде, передает НБНСКЗ со ссылкой на прислужбу КНБ. Задокументированы факты реализации восьми автоматов Калашникова и двух пистолетов. Оружие изъято. 18 и 19 июля в Алматы и Шемкенте проведена специальная операция по задержанию участников группировок. Отдельные из них являются приверженцами деструктивных религиозных течений и имеют устойчивые связи с представителями так называемого воровского сообщества, сообщили в КНБ. КАСТАК сообщает, около 3000 тонн боеприпасов вывезено из Арыса в безопасные места. Глава государства принял министр обороны Нурлана Ермикбаева. Касым Жумартукаев заслушал информацию о состоянии боеготовности вооруженных сил Казахстана, а также о ходе восстановительных работ в Арысе. В частности, президенту было доложено о мерах по поиску и очищению территории от элементов боеприпасов, а также о восстановлении деятельности военного городка в Арысе. По словам министра обороны, к настоящему времени со складов, расположенных в военных арсеналах, в безопасные места вывезено около 3000 тонн боеприпасов, говорится в сообщении о Курде. Также сообщается, что ТАКАев поручил обеспечить своевременное выполнение всех работ по ликвидации последствий взрывов и вызову боеприпасов, а также наградить погибших и наиболее отличившихся в ходе спасательных и восстановительных работ военнослужащих и представителей соответствующих служб. Сразу после рекламы во второй части мы продолжим. Городская общественность сегодня дружно приняла участие в республиканской акции, направленной на уборку скопившегося мусора в поймах рек. Экологическая ситуация в Актюбинской области требует новых мер по ее стабилизации. Об этом сегодня было заявлено экологами региона. Субтитры создавал DimaTorzok Наш адрес Мегашегиз, 4-й блок, 2-й этаж, бутик 33, оружие. Субтитры создавал DimaTorzok Эталон меха үлбір тонда жармен кесе. Сіздерді үшінші тамыздан бастап кетеміз «Локомотив кинотеатрым». Нағыз қыдырыс табиғат аясында болу үрек. Сарқ раманың тазалығы, салғын сосындар, шығыс және еуропалғы асыдың тағамдары. Ал дәліғасында, мерім ғананың жабық залы бей аланы бар. Жазға бақ, қысқы бақтың жалғасы. Өз мерекеңізді таза ауада тойлаңыз. Күріуесіге ретро парк жағында. Много всего интересного. Читай, комментируй, присылай темы. Газета «Эбрика» теперь и в мобильном приложении на Андроид и Айос. Сделать город чище, красивее и экологичнее. Городская общественность сегодня дружно приняла участие в республиканской акции, направленной на уборку скопившегося мусора в поймах рек. Сегодня в Ахтубе стартовала республиканская экологическая акция «Вместе. Чистый Казахстан». Участие в ней приняли депутаты областного и городского маслехатов, руководители и сотрудники госучреждений, партийцы, общественники, студенты, которые провели субботник в пойме реки Каргала. Сейчас убираем, очищаем русло рек от мусора, который оставляют наши же жители города Ахтубе. Вообще, я считаю, надо с малых лет детей уже приучать, что нельзя мусор оставлять, надо за собой убираться. У нас же как взрослые это творят, дети это видят, а оказывается так можно делать. Но нельзя же. У нас же как народ привык. Приехал на природу, нашел чистое место, отдохнул и оставил после себя мусор. Он не думает о том, что на следующий выходной он опять приедет. Он приедет на следующий выходной, ищет опять новое место, где почище, и опять там же мусорит. Ну нельзя, надо же за собой убирать. Это же ведь нетрудно. Легко, бодро и дружно. Ахтюбинцы разного ранга, возраста и общественного положения собирали мусор в мешки. Задачи нетрудные, учитывая, что субботники в последнее время у нас прижились вновь после длительного забвения. Я считаю это важным для города, что нужно. Потому что сама занимаюсь дома сортировкой мусора, у меня отдельно пластиковые бутылки в отдельном мешке, отдельное стекло, отдельно батарейки. У нас есть приложение на телефоне, и есть организации, которые занимаются переработкой. А здесь мы убираем за другими людьми, тем самым показываем, что если всем собраться, если, как говорится, чисто там, где не сорили, а не там, где убрались. Вот, поэтому принимайте участие в акции. Субботу еще будет проводиться. Теперь, каждую субботу, волонтеры будут убирать мусор на соответствующих участках, а далее акция в виде челленджа будет передаваться предприятиям и отдельным жителям города. Правда, активисты уже выходят на уборку каждые выходные, не дожидаясь громкого призыва. Такие, к примеру, как общественное движение «Тазаузен». К нужному делу привлекают и собственную детвору. Мы начинаем вот с маленьких детей. Даже это моя дочь, которой 4,5 года, ее зовут Ильяна. И она с нами ездит, вот это уже второй раз, когда она едет с нами, для того, чтобы помогать нам убираться. И знаете, как сказал наш организатор нашего движения, он сказал, что экология начинается с нашего сердца. То есть, а сердце, оно ведь формируется вот с таких маленьких лет, в маленьких детях. И если это будет заложено в ребенке с детства, то он это уже никогда не утратит и не потеряет. И на самом деле передаст это детям. Поэтому я желаю всем чистоты в сердце и чтобы каждый переживал за чистоту нашего края, нашей природы. Сегодня было вывезено 40 тонн мусора. Напомним, старт данной акции дал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Данное мероприятие, целью которого является улучшение экологической ситуации в нашей стране, получило широкое распространение среди казахстанцев. По региону обозначены 10 участков. Планируется охватить все районы города. Акция замечательная и давно назревшая. Однако хочется поинтересоваться, кто-нибудь придумает другую акцию, направленную на воспитание такого типа человека, который бы не оставлял за собой такие горы мусора. Тогда и убирать ничего не придется. Ирина Гудь, Смирлана Манжелов, программа «Факт». Экологическая ситуация в Актюбинской области требует новых мер по ее стабилизации. Об этом сегодня было заявлено экологами региона. В Академии творчества прошел круглый стол, где обсуждались концептуальные подходы и выработка мер по улучшению экологической ситуации в области. В мероприятии приняли участие представители государственных и местных исполнительных органов, международных организаций бизнеса, неправительственных организаций и экспертного экологического сообщества. Цель круглого стола – обсуждение состояния экологической обстановки Актюбинской области и поиск путей по снижению воздействий на окружающую среду от техногенных источников, а также определение совместных действий для улучшения качества жизни населения, сохранения природных ресурсов и разработка необходимых рекомендаций. Отдельно охраняемая природная территория решает главный вопрос – охрану и восстановление биоразновразия путем сохранения естественной среды обитания. В 2007 году Акиматом области была разработана схема размещения и развития особо охранения природных территорий Актюбинской области. Согласно данной схеме, на территории области планировалось создание 11 государственных природных заказников. На сегодняшний день создано 5 ОПТ местного значения общей площадью 328 гектаров. Стороны Круглого стола обсудили текущую экологическую ситуацию региона, состояние канализационно-очистных сооружений и возможности внедрения принципов зеленой экономики. На мероприятии обсуждался разработанный комплексный план по оздоровлению окружающей среды Актюбинской области, разработанный Акиматом области, представителями гражданского сектора и экспертного экологического сообщества. Частью плана станет система электронного мониторинга экологических рисков. В целом, наша группа определила два дня. В рамках первого дня мы провели объезд основных проблем экологических. Это и полигон твердобытовых отходов, это и канализационно-очистные сооружения. Завтра мы поедем в Алгинский химзавод. То есть, те проблемы, которые были обозначены и, скажем так, представителями местного сообщества, это и прокуратура, и департамент экологии про это говорил. Есть, как бы, в части проблем. То есть, это вопросы серого водорода, запаха серого водорода в городе Актюбинской области, это вопрос к ОКЖД, загрязнение подземных вод со стороны крупных промышленных нефтяных компаний. В общем, как заявили экологи региона, экологическая обстановка в области требует кардинальных мер в сферах зеленых насаждений, водного баланса и выброса вредных веществ в атмосферу. Антон Пережогин, Мерлана Манжолов, программа «Факт». В Казахстане закрылось летнее трансферное окно. Профессиональная футбольная лига Казахстана на своем официальном сайте сообщила о завершении второго регистрационного трансферного периода для участников чемпионата и первенств Республики Казахстан по футболу сезона 2019. Трансферное окно открылось 26 июня. О других новостях спорта смотрите в следующей подборке. Біз күн сайын түрлі сауды саттық жасап, әр түрлі салады көптеген қызмет түрлерін аламыз. Тек өз қоқуғын билетін тұтнуушығана, кез келген жағдайда қауіпсіз болалад. Егер сізді тауардың атқарылған жұмыстың немесе көзетілген қызметтің сапасы қанағаттандырмаса, Қазақстан Республикасының тұтнуушылардың қоқуқтарын қорғау туралы заңы бойынша, тұтнуушылардың заңды мүтделлерімен қоқуғын қорғау мемлекеттік орғандар, соц және арбитраж мүтделлеріне сәйкеш жүзегасырлад. Вы ищите работу? Продуктивной занятости и массового предпринимательства, включая подбор подходящих бакансий, бесплатное обучение на краткосрочных курсах, социальные рабочие места, прохождение молодежной практики. Обращайтесь в центры занятости населения или акиматы сельских округов, районов и города Актубе. Жангы көзілдің кэн шатраты, Мү состояп! Мүгау 100-2. Гưбңіз ліктіна беру түрді, Диагностік ә fiңсі қорғау қаю, Газета «Эврика» в печатном варианте выходит в среду. Газета «Эврика» в электронном варианте читается в любой день. На сайте rikotv.kz свежий номер и архив материалов, фото и видео, опросы и конкурсы и еще много всего интересного. Читай, комментируй, присылай темы. Газета «Эврика» теперь и в мобильном приложении на Android и iOS. Газета «Эврика» в электронном варианте читается в «Эврика».